Блин, вот как можно ноту, а вот одну успеть, и все пойдет не так. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый? Разбор на укулеле. На самом деле, очень много людей просили разобрать песню группы Тату, нас не догонят. Я обожаю эту группу с детства, вот серьезно, особенно вот этих их треки, клип, где они падают с КамАЗа или поезда, я уже не помню, это прям вообще трешняк. И чтобы вы понимали, насколько я обожаю эту группу, то у меня есть целый тикток про них. Тот три песни группы Тату. Третье место. Робот. Плюсы. Люблю робота. Минусы. Никто никогда не поймет. Искусственный мед и лед, электронная метель. Второе место. Я сошла с ума. Плюсы. Мне нужна она. Минусы. Я сошла с ума. Плюс. Мама, папа, прости. Первое место. Нас не догонит. Плюсы. Нас не догонит. Ночи на ладони. Минусы. И мне доставить звезды руками. Спасибо за внимание. Поэтому сегодня мы научимся играть вот эту клевую, обалденную, самую популярную, наверное, их песню «Нас не догонит». Конечно же, все на укулеле. Ну а перед началом этого ролика я хочу тебе напомнить, что у нас с Пепочкой и Стель на этот год собрали 100 тысяч подписчиков на канале. Вот. Мы к ней идем. Обязательно нам помоги. Тем более Пепочке будет очень сильно приятно. И видите, в своих укулельных рядах вот такие вот мои милашки-девчонки-очаровашки. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Только скажи, дальше нас двое, только огни аэродрома. Мы убежим, нас не догонят. Дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячь наши тени. За облаками, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят. Им не достать звезды руками. Небо уронит ночь на ладони. Нас не догонят. Нас не догонят. Небо уронит ночь на ладони. Нас не догонят. 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 На самом деле, этой песне интересна тем, что тут у нас играет почти всё с баррэ. но стоять не сдумай выключать это видео, потому что, типа, ты боишься играть баре или до сих пор не умеешь. У меня на канале есть целый ролик, касаемый про баре, обязательно его посмотри и возвращайся сюда. Ну и кто у нас уже умеет играть, тогда начнем изучать аккорды. Смотрите, почему я все сделала, эти аккорды через баре, потому что, чтобы легче было играть, потому что тут все очень просто. То есть все близко, чем вот что-то как-то где-то так, благодаря баре мы можем все сделать, загруппировать, чтобы мы лишних телодвижений не делали. Песня строится на четырех аккордах, которые циклично повторяются. Первый аккорд, аккорд А, мы зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую на втором. Далее мы с вами зажимаем аккорд GDS, мы зажимаем баре на третьем ладу, далее зажимаем вторую струну на четвертом, получается, ладу, а четвертую струну на пятом. Вот прям хорошо должно звучать, без каких-то углушений. Про глушение я также говорю в этом видео про баре. Если вам нужно отдельный видос про упражнения, как играть баре, да, чтобы вот научиться его так хорошо зажимать, напишите, пожалуйста, в комментариях, я обязательно все засниму. Далее у нас идет аккорд C диез M, какое крутое название, но по сути тут все тоже просто. Зажимаем баре на четвертом ладу, то есть вот у нас был сначала на третьем, мы переехали на четвертый, и зажимаем четвертую струну на шестом ладу. То есть кому сложно зажимать, можете помочь средним пальцем так. У-ля-ля. И последний аккорд, аккорд нами всеми любимый E. В этом случае мы не сможем его поменять на E7, потому что гармония поменяется, поэтому мы учим играть одну из разновидностей аккорда E. Тут тоже все просто, также зажимаем баре на четвертом ладу, и играем первую струну на седьмом. Можете мизинцем, это прям вообще будет идеально, кому сложно, можете играть безымянным, но я так делать не рекомендую, лучше все-таки сыграть через мизинец. Смотрите, тут все очень просто и близко. Есть аккорд G, мы играем его на третьем ладу, да, баре. Далее мы перемещаем эту конструкцию на четвертый, но не играем средним пальцем. И на аккорд E у нас также оставляется вот этот баре на четвертом ладу, но мы просто зажимаем первую струну на седьмом. То есть вот C, D, S, M, вот E. Все очень близко. Давай теперь полностью всю эту цепочку аккордов. A, G, D, S, C, D, S, M, E. Вот на протяжении всей песни у нас это будет цепочка аккордов. Разбор на укулеле. Теперь, что касаемо куплетов. Конечно же, лучше их сыграть перебором, но я понимаю, что для вас будет очень сложно играть эти аккорды с баре. Еще тут этот перебор. Поэтому кому сложно в куплетах играть и просто один удар вниз на каждый аккорд, получается, трой. Кто уже где-то там не новичок и не профессионал, можете играть 4, 3, 2, 1 вместе. Тоже на один аккорд получается. А кто прям уже точно знает, что может сыграть сложные аккорды в левый, еще хороший такой перебор в правый, то для вас будет следующий рисунок. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Это будет на каждый один аккорд. Все вместе получится. Вот эти три варианта будут у нас играться на 4 строчки. То есть выбирайте один из вариантов, играем на первые 4 строчки. Далее у нас с вами получается бой. Бой для всех будет одинаковый. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Помедленней. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Его мы будем играть на один аккорд. Один раз. Но на последнюю строчку им не достать звезды руками. Будем играть тупо один удар вниз на каждый аккорд. Сейчас все покажу, вам будет понятно. Ночь, проводник, спрят наши тени за облаками. За облаками нас не найдут, нас не изменят. И тут пошел удар вниз. Им не достать звезды руками. Ну а в припеве мы также продолжаем с вами играть тот же самый бой, который только что выучили. И получается... Небо уронит ночь на ладони, Нас не догонят. Небо уронит ночь на ладони, Нас не догонят. Нас не догонят. И дальше продолжаем. Вот и вся, в принципе, песня, которая у тебя должна получиться по итогу. Ну, я тебе могу дать совет, дорогой мой друг. Для начала выучи хорошо аккорды в лев руке, потому что мы обычно так не играем все через баррэ. То есть я не могу вспомнить ни одного разбора, который я делала в таком варианте. Ну, кроме Maybe Baby, это классик. Поэтому сначала хорошо, пожалуйста, отработай, посмотри, звучит у тебя там, не звучит. Что не звучит, подправь, чтобы звучало. Вот когда хорошо, все сможешь играть, да, без слов пока, без слов, не надо ничего петь пока. То есть вот, отработали, в медленном темпе учитываем все факторы, там пальцы, звучание. И только потом подсоединяем левую. И когда у нас все идеально получается, вот тут, вот все так хорошо звучит, что аж прям мама миа, ангелы спустили с небес. Чтобы послушать нас с вами игру. Только потом подключай голос. Вот так вот тебе алгоритм выучения этой песни. Ставь лайк, если тебе нравится черненькая. Комментарии пиши за рыженькую. Также можешь делиться этим роликом со своими укулельными друзьями, почему бы и нет. Ну а также хочу тебе напомнить, что ты можешь выучить любую абсолютную песню с моих разборов. Отметить меня в своем инстаграме, вот мой ник Даша Кирпич. И попадешь ко мне в сторис, все очень просто. Ну а также, если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty. Например, вот эти ребята уже это делают, получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Даря. Скоро увидимся, пока. Надо оригинал послушать, что-то вообще ничего не понятно. Гениально, просто гениально. Шедевр! Шедевр!